Вы поэзию любите сами? Ну, конечно, конечно. А что именно, каких поэтов, например? Ну, и Пушкина люблю очень, Есенина, русских люблю. Классика, Пушкин. А на иду по русскому? Ну, что-нибудь, да. Например, маленький? Ну, нет, сейчас... А вот у вас эта ночь подрастает, видит, как-то прививаете? Да, она знает Есенина, поет зима, аукает, мохнатый лес поюкает. Дома очень много книг, но вот как-то вот нет такого времени, как вот раньше. Нужно было сесть, почитать. Я читала Ахматову, Цветаева, но наизусть уже сейчас почти ничего не помню. Стихи народ любит, но о всемирном дне поэзии мало кто осведомлен. Кто точно знает о существовании этого дня, так это сотрудники библиотеки. У них и стенд специальный подготовлен. Правда, говорят они, классику нынче читают мало. В основном, конечно, если честно говорить, это школьная аудитория. Когда их заставляют читать Цветаеву, когда их заставляют читать военную прозу, поэзию. Но в то же время поэтическое творчество нашего края очень популярно в районе. Доказательство тому – обширная программа поэтических встреч, концертов, а также различных конкурсов. Это конкурс художественного слова. То есть стихи живут в душе. Они не должны просто быть написаны и лежать мертвым грузом где-то в столе. Они должны звучать, их должны знать. Для этого они должны быть прочитаны, публично. Вот цель именно пропаганда, популяризации, как сейчас модно говорить, и развития литературного творчества наших поэтов. Есенин Виндовского края так называют Евгения Зубова – мастера слова, воспевающего свою малую родину и поэтическое наследие которого стало основой для такого интересного конкурса, как «Зубовские чтения». В этом году конкурс пройдет уже в шестой раз. Выйдя за пределы Ленинского района, в нем участвуют чтецы из разных уголков Подмосковья. 15 апреля у нас уже состоится итоговый конкурс. Это будет в школе искусств. Приглашаем всех ценителей поэзии. Для многих видновских поэтов школами мастерства становится литобеденение, в которых можно получить бесценный опыт и вырасти от новичка до истинного творца слова. И, кстати, благодаря этим сообществам молодые дарования могут донести свое творчество до народа, печатаясь в альманахах и собственных сборниках. И хотя французский писатель Морис Бланшо однажды сказал, что поэзия стала повседневностью, хочется верить, что даже в обыденности к красивой поэтической строке, как к весеннему солнцу, невозможно остаться равнодушным. Недаром Всемирный день поэзии отмечается весной. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.